Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы оканчиваем изучение второго послания Коринфянам, первоверховного апостола Павла, и мы читаем последнюю, тринадцатую главу этого послания. Это короткая глава, в ней всего 14 стихов. В этой главе апостол угрожает проявить строгость к упорствующим в грехе и указывает причину для этого. То есть он все время убеждает их в том, что он может вести себя строго, хотя все уже в этом сомневаются. Это с первого по шестой стих. Затем возносит соответствующую молитву к Богу за Коринфян с объяснением причин, побудивших его к этому. Это с седьмого по десятый стих. И заканчивает свое послание благословениями и прощальными пожеланиями. Это с одиннадцатого по четырнадцатый стих. Итак, апостол угрожает быть строгим с упорствующими в грехе и указывает причину этого. Это с первого по шестой. Прочитаем первый стих. «В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово». Здесь он ссылается на закон Божий, на пятикнижие Моисея, где сказано, что при устах двух-трех свидетелей будет твердо всякое слово. Епископ Кассиан Безобразов пишет, «Собираясь в Каринф в третий раз, он идет как отец». Хотя он угрожал там быть строгим. Владыка Кассиан пишет, «Отцом в его отношении к детям движет бескорыстная любовь, и апостол обращает к ним последние напоминания для того, чтобы ему не пришлось показывать свою силу. Он вспоминает огорчения, связанные с их последней встречей». Ну, об этом мы читали в 12 главе с 20 по 21 стих. «Он надеется застать их сильными в добре, и чтобы не иметь повода проявлять свою власть». Об этом он говорит здесь, 13 глава, 7 по 10. И мы читаем второй и третий стих. Павел пишет, «Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь, отсутствуя, пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу». Ну, он говорит это как отец. Все уже убедились в том, что он умеет наказывать, но и умеет прощать. Третий стих. «Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне. Он, то есть Христос, не бессилен для вас, но силен в вас». Он как бы немножко отстраняется от того, что сила Христова в нем. Он говорит, «Христос, он силен для вас и в вас, а я как бы инструмент». Ведь Бог может говорить и через ослицу, амбразиастр пишет, «Ищут доказательства Христа, говорящего через апостола, тогда как не выполняют предписаний и желают проверить, осмелится ли он воздать им за это». То есть все уже не уверены в том, что он может вести себя как-то резко. 4 стих Павел пишет, «Ибо хотя он, то есть Христос, и распят в немощи, но жив силою Божию, и мы также, хотя немощны в нем, он не видит в себе какой-то автономной силы, все, что он получает, оно проистекает от Бога, и мы также, хотя и немощны в нем, но будем живы с ним, силою Божию в вас». То есть по сравнению со Христом мы все немощны, но Христос может действовать через нашу немощь, чтобы никто ничего не приписывал своим талантам, своим способностям. Профессор Десницкий, вот эти слова, «Будем живы с ним, силою Божией в вас», объясняет, «хотя апостолы и немощны, подобно Христу распятому, они будут проявлять силу по отношению к коринфянам, поскольку имеют не только его немощь, не только его Христа немощь, но и силу его воскресения». Действительно, Христос умирает в немощи для того, чтобы воскреснуть в славе и силе Божьей. Пятый и шестой стих Павел пишет, он дает наставление, «Испытывайте самих себя, верили вы». Сейчас вспоминаю своего духовного отца, блаженной памяти отца Димитрия Дудко, протерея. Он говорил, что все мы, православные, должны сомневаться в своей православности. И Павел здесь пишет, «Испытывайте самих себя, верили вы». Это легко сказать, да, мы вера христианская, вера православная, но надо испытать себя. Верили вы, верили мы, самих себя исследовайте, продолжает Павел, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас, Он присутствует в вас своим словом, святыми дарами, разве только вы не то, чем должны быть? То есть, если вы христиане, Христос вас, как сказано, верою вселиться Христу в сердца ваши, разве только вы не то, чем должны быть? То есть, может быть, вы называетесь христианами, но таковыми не являетесь, как сказано, ты имеешь имя, как бы жив, но ты мертв. А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Он это говорит без уверенности, без самохвальства, то есть, вы сами оцените и сами вынести нам приговор. Затем апостол Павел возносит соответствующую молитву к Богу за коринфян с объяснением причин, побудивших его к этому. Об этом с 7 по 10 стих. И 7 стих «Молим Бога». То есть, он говорит, не только я молюсь, но и другие. «Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались, то есть мы, апостолы, казались и не тем, чем должны быть». Вот здесь он говорит о том, что одно дело совершать служение апостола, а другое дело соответствовать человеческим представлениям о том, каким должен быть настоящий апостол. И никто из нас не дотягивает ни до какой ступени иерархическое в церкви. Дьякон не может во всем соответствовать высоте этого служения, как и пресвитер, как и епископ, и как патриархи. Но благодатью Божией мы есть то, что мы есть. А благодать немощная врачует, а скудевающе восполняет. Это слова из молитвы на рукоположение. Преподобный Ефрем Сирин пишет, «Мы же молимся к Богу, чтобы никакого зла не делали вы, не для того, чтобы явились мы достойными, то есть, чтобы мы оказывались достойными или испытанными через вас, но чтобы вы добро творили, а мы бы недостойными оказывались». Вот так Ефрем перефразирует слова Павла. Ефрем как бы поясняет, что тут речь идет не о нас, речь идет о вас. Пусть мы будем такими, какими вы нас рядите. Немощными, слабыми, главное, чтобы вы стояли в истине и в силе и благодати Божией. С восьмого по десятый. «Ибо мы не сильны против истины». Ну, кто же будет воевать с истиной, если он верующий? «Но сильны за истину». То есть, всякий раз, когда своими делами мы идем как бы против истины, мы обнаруживаем свои немощи и слабости. Но когда мы выступаем за истину, это сила. «Мы радуемся, когда мы немощны». Девятый стих. «А вы сильны». Здесь он говорит, «Да, пожалуйста, считайте меня маленьким человечком». Ведь имя Павел означает «маленький». Главное, чтобы вы были в Духе Божьем. «Для того я и пишу сие в отсутствие, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом, к созиданию, а не к разорению». То есть, власть священства, апостольства, она дается к созиданию Церкви Божией, а не к разорению, когда жизнь поместной Церкви становится все хуже и хуже и хуже. Не дай Бог. И заканчивает свое послание Первверховный апостол Павел благословениями и прощальными пожеланиями. Это с 11 по 14 стих. Как я уже говорил, это небольшая глава. «Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами». Призыв к радости. Вот для еврея Павла это не просто оборот речи. Апостол Павел, будучи савлом, он учился у ног Гамалиила Первого. И в книге Второзакония сказано, что если кто-то исполняет заповеди, уставы, постановления Божьи без радости и веселья, то Бог его сгонит с этой святой земли. Богу не нужен такой, который понуждает себя, невольник, который не богомольник. Что значит без радости и веселья? Радость – это внутреннее счастье, а веселье – это внешнее проявление радости, когда человек может и в ладоши хлопать и громко петь с восклицаниями псалмы Божия. То есть очень важно радоваться, усовершенствоваться, то есть не останавливаться на достигнутом, утешаться, когда тяжело, пребывать в едином мысли, то есть с другими церквами, общинами, быть мирными людьми, не воинственными, не агрессивными, не совершать какую-то апологию войны или апологию конфликта, а проявлять мирный дух. И Бог любви и мира будет с вами, если мы пребываем в любви и в мире. Преподобные Ефрем Сирин пишет, впрочем, радуйтесь после того, как я опечалил вас первым посланием моим и усовершайтесь в том, чего недоставало вам, и утешение примите, поскольку плакали, и будьте единомыслены, если уклонялись друг от друга, то есть не надо брезговать друг другом, проявите единомыслие, и Бог любви и мира будет с вами, да любите в нем тех, которых за прегрешение их вы отвергли и отлучили от себя, то есть полюбите тех, которых за грехи вы извергли, изблевали на славянском языке, излона церкви, измените к ним отношения, простите их. И далее Ефрем пишет, перефразируя Павла, миром приветствуйте тех, от которых по недостоинству их вы отклоняли речь уст ваших, вы даже брезговали разговаривать с такими, а теперь приветствуйте их миром, что значит приветствовать миром? Шалом Алейхем по-еврейски мир вам! Древнее христианское благословение. И апостол Павел 12 стих пишет приветствуйте друг друга лапзанием святых, приветствуют вас все святые. Кассиан Безобразов епископ пишет послание кончается заключением 13 глава с 11 по 13 последнее слово послание после призыва к молитве стих 11 и приветов, то есть приветствий стих 12 есть благословение стих 13 обычное в подписях Павловых посланий пожелания благодати содержит во втором коринфянам троичную формулу, получившую благодаря своей точности литургическое употребление как на востоке так и на западе и на греческом востоке и на латинском западе вот эти слова которыми оканчивается 13 глава и все второе послание коринфянам эти слова вошли в литургический обиход западной латинской и восточной греческой церкви благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святаго Духа со всеми вами аминь я благодарю всех вас за молитвенную поддержку в исследовании второго послания коринфянам с Божьей помощью мы смогли с вами вместе начать и окончить чтение этого послания подписывайтесь на библейский портал экзегет чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах и берегите себя в такое сложное и трудное время молитесь за то служение слова которое мы совершаем на этом портале сбоку